Здравствуйте, это программа «Лицом к лицу» и я, ее ведущая, Христина Астеть. Министерство информационной политики Украины выпустило «Белую книгу» специальных информационных операций против Украины в 2014-2018 годах. Книга составлена в форме эпизодов сериала «Карманный ИГИЛ», «Преступления в СУ и Минские договоренности», «Невидимые подразделения западных стран в Украине». Вот лишь некоторые названия эпизодов. И сегодня мой гость – заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин, который является автором этого исследования. Здравствуйте и спасибо, что вы пришли. Ну вот первый вопрос, который у меня возникает, почему появилась потребность такая, да, или для чего вот эти все эпизоды и вот в такой форме было собирать в одну книгу, и, ну я так понимаю, что потом уже кому-то там дарить, раздавать или может можно будет купить даже эту книгу, да? Одна из главных проблем, с которой мы сталкиваемся, заключается в том, что развенчивание фейков – это, конечно, очень важная и нужная часть работы по защите граждан Украины от распространения дезинформации, однако она не достигает часто своей цели, потому что, кроме того, чтобы показать на фактах и на доказательствах, почему данная информация является ложной или почему это фейк, кроме этого, эту информацию еще нужно коммуницировать и донести. И в этом встречаются все-таки проблемы. Достаточно сложно убедить граждан потреблять информацию разумно и подготовленно, верифицировать источники и так далее. Именно поэтому мы использовали формат книги для того, чтобы предложить не просто информацию, которая набросана просто историями, не просто очередное перечисление фейковых историй, а определенную модель и концепцию, как воспринимать то, что происходит в информационном пространстве. Именно поэтому мы предложили посмотреть на все, что делает Кремлевуд, именно так мы считаем, можно назвать фабрику фейков, по примеру, как Голливуд — это у нас фабрика грез, а Кремлевуд — это фабрика ложной информации. Посмотреть на все, что делает Кремлевуд с точки зрения сериалов. Ведь сериалы, по сути, достаточно знакомый формат распространения информации для всех, кто смотрит телеконтент и видеоконтент. И формат очень знакомый, потому что это истории некоторые, которые просто пришлись по вкусу. И сам контекст развития этой истории, он очень понятен, выходят новые сезоны, в каждом сезоне есть серии. И, собственно, таким же образом мы объясняем, какими видами манипуляций распространяется дезинформация в информационном пространстве Украины и мира. Суть российской пропаганды и ее главное преимущество в повторяемости, но в этом является и ее слабая сторона. Потому что на самом деле все фейки можно распределить по небольшому количеству нарративов и небольшому количеству сериалов. Например, это сериал об малайзийском Боинге и Мэйч Севентин, который длится с 17 июля 2014 года по сей день. И еще будут выходить новые фейки истории, что мы можем прогнозировать. Например, это желание российской стороны увязать в информационном пространстве ИГИЛ и Украину. Тем самым для мировой и международной аудитории показать, что Украина это страна, которая помогает ИГИЛ, которая размещает на своей территории лагеря, где могут отдыхать или проходить подготовку боевики, которые потом едут в Сирию или в другие страны Ближнего Востока. Например, это истории о том, что якобы Украина поставляет оружие ИГИЛ. Очень много раз мы эти истории объясняли, рассказывали, почему это ложь. Теперь же мы хотим предложить модель, каким образом упаковать это все в понятное объяснение того, каким образом работает фабрика фейков. Но каким образом это упаковать? Вот по поводу ИГИЛ вы уже вспомнили, да, и вот опять же последний сезон сериала называется «Шизофрения оккупанта». И в этом сезоне вы собрали самые яркие пропагандистские перлы. Ну, большинство из них, вот как мне кажется, появились еще в начале этой гибридной информационной войны. Это про снегирей, то есть как бы украинцы едят снегирей, да, Яценюка, который якобы воевал в Чечне. Про двоих рабов, которых якобы, а, кстати, вы про землю забыли, да, то есть двоих рабов и немножко земли. То есть получает каждый, кто, условно говоря, воюет на украинском Донбассе, то есть против российской агрессии. Вот мы видим, да, вот самые-самые такие популярные, каким образом упаковать, да, каким образом вы предлагаете вот тот алгоритм, каким образом это понимать. И, наверное, потом уже следующие какие-то моменты, а, распятого мальчика мы забыли, следующие моменты, которые появляются уже сейчас, для себя квалифицировать, условно говоря, для той или другой категории. Десятый сериал, о котором вы говорите, «Шизофрения оккупанта», он больше такой для фана, это бонус-трек такой, показать, какие истории еще рождались в больной психике. Если же говорить о девяти остальных, то это истории, которые мы видим в Генезисе на протяжении последних пяти лет, с 14-го года до сегодняшнего дня. И главная цель вот такой модели – дать человеку инструмент, с помощью которого он сможет потом идентифицировать новые серии этих сериалов. Предположим, человек, воспринимая информацию из разных источников, соцсетей, телевидения и так далее, услышит новую историю о так называемых лагерях ИГИЛ в Украине или о несуществующих подразделениях НАТО, то если он вооружен нашей книгой, ему уже не настолько нужно быть экспертом для того, чтобы идентифицировать эту историю, ибо мы постарались сделать это за него. То есть о чем идет речь? Если что-то крякает как утка, ходит как утка и несет яйца как утка, то может быть это и есть утка. Таким образом, если человек прочитает эту книгу и увидит, что много раз уже поднималась тематика тех сериалов, о которых мы рассказываем, и много раз мы уже смогли идентифицировать и развенчать эту ложь, то если подобное появляется, например, то же самое о малазийском Боинге, то же самое якобы о преступлениях вооруженных сил Украины, ложь о Крымском полуострове, ведь по нашим наблюдениям в Крым один раз в два месяца приезжает какая-то делегация из зарубежных стран и говорит, что они выражают мнение страны. Финляндия, Соединенные Штаты, страны Европы. По сути получается, что это какие-то купленные общественные организации, которые за деньги привозятся в Симферополе и Севастополь, дают там пресс-конференции и говорят, что якобы от имени, от лица общественности европейской страны они признают Крым российской территорией. И мы ожидаем, что эта тенденция будет продолжаться. Таким образом, мы один раз показали, как развиваются эти истории, и далее человек, который вооружен таким знанием, когда он увидит сходные паттерны в распространении этой информации, он, возможно, задумается над тем, что ранее уже были разоблачены эти истории. Мы просто предлагаем модель, которая, скажем так, раскладывает по полочкам уже произошедшие фейки, уже те, которые были разоблачены либо украинскими журналистами, либо западными, такими как Беллингкетт, например, Атлантик Канселл и другими. Ну вот есть несколько тематик. Это Крым, это Донбасс, это Майдан. Опять же, ваше исследование, оно показало, что первый такой боевой проект массированного троллинга прошел 5-6 октября, еще 13-го года, не 14-го года. И поводом послужило, как сообщается, поражение российского боксера по ветке на украинцу Владимиру Кличко. То есть вы исследовали и в книгу вошли материалы, не начиная только с 14-го по 18-й год, а немножко еще, как бы вы показываете, что все началось еще за полтора месяца до Майдана. То есть, как не знаю, в Кремле готовились или как это объяснить? По сути, да, там нет такой четкой даты начала агрессии в информационном пространстве, как у нас есть дата 1 марта принятия решением Совета Федерации России о разрешении Путину использовать армию на территории Украины. И мы идем даже больше. Например, я в презентации показываю, что есть такой инструмент Google Trends, который показывает, что заинтересованность в получении информации из онлайн, из интернета о темах, связанных с ЛГБТ тематиками в 2013 году, в августе месяце 2013 года, было в три раза выше, чем общемировое. То есть, Google Trends говорят, что в принципе средний россиянин гуглил темы, связанные с ЛГБТ, в три раза больше, чем весь остальной мир в августе 2013 года. И мы стараемся объяснить, почему так происходит. Одна из гипотез заключается в том, что именно в этот период бывший президент Виктор Янукович принял решение, сделал его публичным о том, что Украина все-таки будет подписывать соглашение об ассоциации Украины и ЕС. И уже в 2013 году, в том числе с помощью организаций, которые в Украине находились, я могу, например, назвать деятельность, которая была связана с организацией «Украинский выбор», была сопряжена с тем, чтобы объяснять, какая плохая Европа, это же вот загнивающие ценности, это вот гейропа, там педофилия, гомосексуализм, аморальность, и вот что же мы делаем, зачем же мы с ними ассоциируемся. И такие истории они ведут и в 2013, и в 2011 даже год, вот поэтому, в принципе, в названии книги мы вынесли уже горячую фазу того, что происходило, но действительно, вот один из эпизодов, это победа Владимира Кличка в бою за пояс в тяжелом весе с Поветкиным, когда действительно просто было ощущение, что кто-то открыл Кингстоны, когда вот полилась ненависть буквально по всем соцсетям, Facebook, YouTube, это было очень очевидно на мониторингах, потому что очень многие люди абсолютно открыто, откровенно и вот, что называется, естественно пытались ругать Украину, что вы там вообще ничего не стоите, как же так российский спортсмен проиграл. Ну вот по поводу деморализации, да, еще дегуманизации тоже такой термин, то есть, собственно, среди прочего именно на это нацелена российская пропаганда, да, для того, чтобы деморализировать образ украинца не только для россиянина, например, да, но и для части деморализировать какой-то образ какого-то одного украинца в глазах другого украинца, да, опять разделить общество. И вот ЕС против дезинформации, да, вот этот проект сообщает, что в прошлом году из тысячи зафиксированных случаев, тысяча было случаев распространения фейков через кремлевские СМИ, 461 касался именно Украины, ну то есть почти половина на самом деле. И мы можем сделать вывод, что кремлевская пропаганда, фейки, это машина ботов, работает во многих странах, но Украина все-таки остается number one, вот той целью, которой Кремль пытается поразить все-таки. Здесь важно также упомянуть о аудитории, на которой направлено это воздействие. То есть для российской повестки и для российской аудитории даже есть исследования, которые посвящены российскому телевидению, все равно Украина стоит в топ-темах. Практически 50-60% времени прайм-тайма телеканалов посвящено в том числе обсуждениям кейсов про Украину. Это объясняется достаточно просто, необходимо для российской аудитории создать картину того, что в Украине все очень плохо именно потому, что вот случилось в 2013-2014 году, и именно революция достоинства, Майдан и смена власти, и евроинтеграционные процессы привели к тому, что вот как там сейчас плохо живут простые люди, как они страдают, и эта тема постоянно упоминается. Естественно, в контексте этого постоянно говорится и об ущемлении русскоязычных, чего нет, и о каких-то чудовищных вопросах наступления на свободу слова и права человека. Все это направлено в первую очередь на российскую аудиторию внутреннюю. Есть еще контекст, который направлен на общемировую аудиторию, который мы также постарались описать в некоторых из сезонов разных сериалов, что касается все-таки побуждения международной аудитории и международных элит поверить в то, что к власти в Украине пришли ультраправые националисты, люди ультраправого толка, которые настроены радикально каким-то образом воздействовать на проблематику, прибегать к насилию и так далее. Мы также это постоянно фиксируем, стараемся объяснять это, и, к большому сожалению, есть даже в этом контексте участие международных правозащитных общественных организаций, которые прибегают к такого рода манипуляциям, но я не скажу манипуляциям, но неполным освещением. Вместе с тем могу сказать, что буквально на той неделе даже должностные лица государства Израиль признали, что отчеты и исследования свидетельствуют о том, что как таковое явление антисемитизм в Украине практически сошло и сходит на нет, потому что нет фактов, о которых можно говорить. Книга, о которой мы с вами говорим, если очень коротко, иностранному читателю, она будет доступна? То есть где ее можно купить? Может, через какое-то время можно будет скачать в интернете, для того, чтобы как можно больше людей по всему миру смогли вооружиться этими знаниями? Ну, во-первых, безусловно, она не для оплатного распространения, это все свободный доступ. Сейчас мы работаем над переводом украиноязычной версии. Я думаю, что бюрократические проволочки и трудности с проведением государственных закупок у нас займут некоторое время, но я думаю, что до конца первого полугодия этого года она появится. Но это не мешает нам проводить презентацию. У нас есть уже контент англоязычный, брошюры, превью этой книги, уже есть приглашения и в другие страны, в страны Европейского Союза, куда мы собираемся отвести этот контент и показать, каким образом мы разработали модель восприятия, как работает Кремлевуд. Прекрасно. И в этом я вам желаю удачи. Спасибо за этот разговор. Я напомню зрителям, что гостем программы «Лицом к лицу» был заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин. Я, Христына, остаюсь с вами прощаюсь. Но вы оставайтесь в УТВ, потому что именно здесь найдете информацию о самых важных и самых интересных событиях, происходящих в Украине. Субтитры создавал DimaTorzok